Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас без лишних церемоний, я сам себя буду представлять. Вы уже даже догадывается, кто это перед вами. У нас сейчас, видите, совсем по-домашнему, народу мало. Но я сегодня даже не успел сделать в Фейсбуке объявление о лекции. Сами понимаете, следил событиями в Армении. И всех вас поздравляю, в общем, с победой революции. Это, конечно, удивительная вещь. Так что, простите за то, что вот так. Причем мирные и бескровные, что нам важно. Итак, сегодняшняя лекция присвящена Юму. А чтобы не забыть, следующая лекция будет 21 мая. И она будет посвящена философии просвещения. По сути говоря, Юм – это тоже уже подходы к философии просвещения. И он был дружен с очень многими философами французского просвещения. Но эта тема и ее вообще исторический и культурный контекст, они заслуживают специального исследования. Поэтому об этом я буду говорить. На следующей лекции специально в просвещение и, если угодно, такой, как всегда, максимальное развитие, опять-таки, какой-то традиции, в данном случае просвещения, уже в себе содержит ее эпилог, ее конец. И поэтому эпилогом просвещения, безусловно, является Кант, который подводит итог, выявляет ошибки и открывает новые пути. И вот таким прямым притечи Канта, вот если угодно, в начале и в конце просвещения, является Юм. Юм. Как раз ока Дэвид Юм, о котором будем говорить сегодня. Дэвид Юм – это философ, целиком принадлежащий XVIII веку. Он родился в 1711 году в Эдинбурге, в Шотландии. Вообще, он шотландец по национальности. И умер в 1776 году тоже в Эдинбурге в своем имении. Это не значит, что он провел безвылазно жизнь в шотландской столице. Нет, конечно. Его жизнь была весьма бурной. Родившись в семье адвоката, небогатого дворянина, он поступает в Эдинбургский университет, уже убежденный, что он должен заниматься философией. Философия его страшно интересует, страшно волнует. И, как многие амбициозные и талантливые люди того времени, он мечтает фактически создать новую систему философии, столь же революционную и конструктивную для будущего, какой являлась система Галилеи и Ньютона в естественных и точных науках. Практически великие открытия Галилея, великие открытия Ньютона, они целое поколение философов подтолкнули к попытке создания аналогичной системы в мировоззрении. И, в общем, окончательно эта система была осуществлена Кантом, но Юнг, как я уже говорил, совершил очень большие подходы к созданию этой системы. И мы с вами увидим, что эти подходы... Вообще мы должны с вами отказаться от мысли о том, что философия, как и литература, как и искусство, как и живопись — это некий линейный процесс. Мы это с вами знаем. Вот Вико считал, что это линейный процесс, но я думаю, что никто из нас уже не обольщается этим фактом. Мы все прекрасно понимаем, что в области культуры, в области того, что «humanities», да, «наука-человеке» нету развития, а есть большее и меньшее проникновение в истину. Вот если в изучении природы есть развитие, мы как все глубже и глубже постигаем божественные законы, и по этим законам все лучше и лучше можем организовывать свою натуральную природную жизнь, то в области «наука-человеке» все совсем не так. Мы себя постигаем с разной степенью глубины, не в зависимости от какого-то прогресса. Останьтесь поближе. Не в зависимости от какого-то прогресса, а в зависимости от глубины нашего миросозерцания. Итак, Юм уже в Эдинбургском университете в 1929 году замыслил книгу «Новая наука о человеческой природе». В 18 лет мальчику он болезненный ребенок, переживает депрессии, чувство того, что он не может найти себя, что классическая философия, а тогда классическая философия Декарта, конечно, картизианской философии, что в ней есть некие изъяны, и он решает ни больше ни меньше, как создать то, что на английском языке звучит «a new science of thought», то есть новая наука мышления, причем наука в естественно научном смысле, как «science». Это вот все 18-19 лет. Этот амбициозный проект не остается, знаете, многие из нас 18-19 лет мечтали о том, что они в той или иной форме, на том или ином поприще завоюют мир. Но не все это делали. Вот Юму это удалось. Он пишет в возрасте от 20 до 30 лет и в Англии, потом во Франции, в коллегии La Fleche, в Центре по изучению картизианства, свое исследование о человеческом разуме. Огромное исследование в трех томах, и сам он в третьем том исследования о принципах нравственности считал лучшим своим произведением. Он сам шлифовал, перерабатывал, сокращал это исследование о человеческом разуме, и окончательный вид оно приобрело только в 1751 году. Помимо этого он пишет опыты моральные и политические. Он не был бы англичанином, если бы не занимался политикой, не занимался бы политикой активно. Он, в общем, дослужился до заместителя министра, заместителя министра иностранных дел, если говорить в наших понятиях. Он был главным помощником государственного секретаря Великобритании. Он пишет четыре исследования, в том числе естественную историю религии. И вот здесь главный его оселок. Мы о религии будем говорить в последнюю очередь, уже в конце лекции, о его видении религии. Но забегая вперед, я могу сказать, что на мой взгляд, я разные ученые думаю, это различно, но на мой взгляд подспудным двигателем его философского всего исследования, его философского вот этого логического построения являлось именно отношение к Богу и к вере. Дело в том, что в отличие от большинства мыслителей английских 17-го и 18-го века, Юм был, вот он, и этот кризис юности, это был кризис веры. Он не родился в глубоко религиозной семье, но родился в традиционной семье 17-го и 18-го века, где религия считалась частью жизни. А вот он, как человек, привыкший до мыслить все до конца, он внутренне не нашел Бога, не нашел Бога. И стал человеком неверующим, он не стал воинствующим атеистом, примитивным богоборцем, не избрал деизм Декарта. Он пошел дальше, он совершенно свое оригинальное понимание религии, да и поэтому человека выработал. То есть его попытка преодолеть веру как объективную реальность пришла к тому, что надо было преодолеть само бытие как объективную реальность. Философия всегда диалог с самим собой и объяснение самому себе своей жизни. Вот у Юма это видно очень хорошо. Славу ему доставили политические речи, опубликованные в 1752 году. И, кроме того, его книга это история. Это история Великобритании от Юлия Цезаря до славной революции 1688 года, которую он пишет и издает в конце 50-х годов. Сейчас ученые считают, что это первая научная верифицированная история. Вот видите, как широкие интересы, философия. Мы сейчас увидим, что он очень силен именно в философском дискурсе. Это политика. Он был помощником. Сначала он стал заместителем министра иностранных дел, но до этого он был помощником и секретарем британского посла в Париже, был секретарем специального посланника короля на переговорах в Вене. То есть у него дипломатическое поприще, очень ясно выражено. И одновременно он политик, он философ, он историк. На русский язык переведена его лучшая часть его истории – Англия под властью Стюартов. Это очень хорошая работа. Он не понимает еще, что такое Средневековье. Понятно, будет человеком нерелигиозным, он его отвергает. Но тем не менее остальное, особенно новая история Англии, ренессансная, она написана очень качественно. То есть его сейчас современные историки считают действительно первым настоящим историком в Великобритании. И характерно, что в своих воспоминаниях сэр Уинстон Черчилль писал, что в юности книги по истории Юма были его настольными книгами. Юм прямо писал, что надо создать науку о человеке, аналогичную новой науке о природе. Она еще важнее науку о природе, ибо человек не объект, а субъект познания. То есть, представляете, наука о человеке как субъекте познания. То есть, как о том, кто познает. Мы не познаем человека, а мы познаем, как познает человек. Вот такой вот интересный ход мысли. И он начинает размышления в этом направлении и сразу же переходит к проблеме восприятия, перцепции восприятия. Восприятие состоит из впечатления, impression и идей, ideas. То есть, идеи – это не врожденные идеи, как думает XVII век, а это впечатления. В этом смысле он близок к локу. Различие между впечатлениями и идеями состоит только в степени силы и живости, с которой они поражают наш ум и прокладывают путь в сознание. Те перцепции, которые входят в сознание с наибольшей силой, мы, пишет лок, назовем впечатлениями. Причем я буду подразумевать под этим именем все наши ощущения, аффекты и эмоции при первом их появлении в душе. То есть, понимаете, он разделяет ощущения и аффект. Аффект – это ощущение, и вызванное этим ощущением реакция. Реакция. Примерно то же самое и эмоция. Под идеями же я буду подразумевать слабые образы этих впечатлений в мышлении и рассудке. Как вы видите, вот уже в начале своих философских размышлений он сразу же акцентирует внимание не на бытии, как мы бы сказали, а на сознании. И мы сейчас увидим, что его первая задача, не последняя, а первая задача – это доказать, что, по сути говоря, бытия как такового нет. Но есть сознание. И здесь надо оговориться, что Юм, доведя философию до предела логическое рассуждение, хотя там были будут в нем свои слабости, до некоторого предела, он всегда различал, в отличие от многих других философов, себя как человека и себя как философа. Ты философ, но по ту сторону философии ты всегда человек, говорил Юм. То есть ты, как философ, осознаешь мир определенным образом, сейчас мы узнаем, каким, но как человек ты в нем живешь. Ты занимаешься политикой, ты занимаешься, ну, как бы, своей личной жизнью, своим, как мы бы сказали, делом, бизнесом. У тебя есть любовь, у тебя есть привязанности, у тебя есть интеллектуальные интересы, и это как у человека. А вот как философ ты понимаешь относительно всего этого. Вот это вот очень такая важная говорка. Всякое ощущение, ощущение воспринимается и обдумывается. Первоначально впечатление, а его результат, идея. Понимаете, есть ли в идеализме, классическом идеализме, речь идет о том, что первоначальная идея, эйдос, образ, а лишь от отображения этих эйдосов это предметы, то для Юма все наоборот. В этом смысле он кажется материалистом, кажется. только не является. Что первоначальное восприятие, а их результат идти. Значит, ты воспринимаешь вот нечто, вот я и сумма восприятий, но это сложно, да, вот книга это сложное восприятие. Там еще содержание есть ужасное. Самое простое восприятие. Вот я выпил сейчас воды, я почувствовал, у меня есть восприятие жидкости, да, что она прохладная, что она приятная, вот, и потом я уже анализирую это, и говорю, что вот вода прохладна, и приятна, и полезна, и хороша во время лекции, потому что можно не кашлять, а выпить воды. То есть идея вторична, но она слаба, понимаете, и она результат только восприятия. Я не могу моделировать вещь, которую я не воспринимаю. Да, там будут потом сложные идеи, об этом пойдет речь, но главное, что сначала восприятие, впечатление, а его результат идея. Это мы должны ясно запомнить. Это вот первый принцип для юма. Скажем, ребенку, он приводит, вообще он довольно многословен, юм, он приводит целый ряд примеров, но я приведу один. Ребенку мы даем мед, ему он нравится. Он говорит, видишь, какой сладкий мед, мы говорим ребенку, и ребенок понимает, что мед сладок, но само чувство сладости, не связанное со словом sweet, оно воспринимается как ощущение, но как идея, оно воспринимается и со слов матери, когда она говорит, видишь, какой сладкий мед, понимаете, то есть восприятие предшествует идее. Если же мама попытается ребенку, который никогда не ел меда и вообще ничего сладкого, таких детей, наверное, нет, но представим себе его на минутку, объяснить, что такое сладкое, это будет абсолютно невозможно. я помню, когда я был совсем маленьким, один развращенный подросток пытался нам объяснить, что такое половые ощущения, я помню, что это было непонятно, он объяснял определенным образом, это было абсолютно непонятно, понимаете, вот, то есть, поэтому в этот сути, Юн, как видите, прав. И все простые идеи происходят прямо и косвенно от соответствующих им впечатлений. Ну да, простая идея сладости от впечатлений меда, потом происходит обобщение. Сложные идеи комбинации простых идей, формируемые сознанием. Вот что такое сложная идея? Сложная идея это компоновка нескольких простых идей, ничего больше. Мы не можем добавить ничего, кроме той или иной компоновки простых идей для создания сложной идеи. Вот предположим, перед нами эта книга. Можно воспринимать, эту книгу просто как некоторые параллепипед, зеленый, золотыми буковками. Можно воспринимать ее с точки зрения содержания, что в ней есть. Конечно, это история и философия, что я еще принес к вам на лекцию. Можно воспринимать ее через авторов, которых мы узнаем, хорошие они или плохие в этой истории и философии. Время, когда написана книга и соответственно какой отпечаток понимания философии она несет. Вот все это идеи, которые вместе создают сложную идею именно третьего тома учебника по истории философии антисерре реалии. Но она, эта сложная идея, она стоит из элементарных идей зеленого, прямоугольного, связанного с такими-то именами, связана с таким содержанием и так далее, и так далее. Это нам важно. Почему важно? Потому что мы понимаем, что все, что мы имеем перед нами, это восприятие. И элементарные, и простые, как вода, и сложные, как книга, начинающаяся от ее формы и кончающиеся ее содержания. О чем тут идет речь? Аристотель бы сказал, что книга это субстрат, или по-гречески бы он говорил ипостась. Есть ипостась, есть некая подставка, есть некая сущность, есть некая форма, в которой сущность обличена. Вот в эту ипостась входит то-то, 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 то-то. Вот все, что я описал. Обратите внимание. А Юм говорит, прямо противоположное Аристотелью. Прямо противоположное Аристотелью. Нет никакой ипостаси книги, есть только сумма наших восприятий этой книги, ничего больше. Она тоже может быть достаточно сложная, но это только наше восприятие. Мы не имеем помимо восприятия ничего. Не имеем. Понимаете, эта книга, да, вот я ее беру, вроде бы, да, ну, конечно, но это же тоже мое восприятие, ничего в моем видении, мой интеллект, когда я читаю, но это все восприятие. Причем, продолжая как бы Ньютона в области философии, Юм очень так механистически подходит к тому, как компонуются сложные идеи. Идеи компонуются по трем принципам, он пишет. Это сходство, сходство, это понятно, да, вот, эта штука и вот какая-нибудь штука там, которую кто-нибудь принес, другая книга, да, вот мы видим, что и то, и то книга, да, или мы читаем, что и то, и то произведение антисера, или и то, и то философия, или в крайнем случае и то, и то зеленое, если я смотрю на это и на стул. То есть, это сходство каких-то аспектов. Это смежность во времени и пространстве. Это уже более сложное, что мы, например, говорим, что да, антисеры и реалии написали эту книгу, скажем, в 90-е годы, в 90-е годы писал тот-то и тот-то, в 90-е годы происходило то-то и то-то, это, поэтому мы укладываем эту книгу в некоторый культурный контекст, как мы сказали. Но это, опять же, наше восприятие. И третье, это причины и действия, причина и действия. То есть, вот мы, скажем, читаем эту книгу, результатами является то, что мы начинаем лучше понимать ту же философию Юма, или вообще ее начинаем понимать. То есть, между этой книгой и нашим пониманием Юма есть причинно-действенная связь. Юм пишет, таковы, следовательно, принципы соединения и сцепления наших простых идей. Принципы, заменяющие в воображении ту нерасторжимую связь, которая соединяет эти идеи в памяти. Мы имеем здесь дело с родом притяжения. Обратите внимание, как похоже на Ньютона. Ньютон законы притяжения, механика, механика Ньютона. И, конечно, под влиянием механики Ньютона есть угодно интеллектуальная философская механика Юма. Чем более все эти люди современники или почти современники, все читали, многие говорили друг с другом. Мы имеем здесь дело с родом притяжения, действия которого окажутся в умственном мире столь же необычными, как в мире природы. И проявляя, и проявится в первом, то есть в умственном мире, в столь же многочисленных и разнообразных формах, как и во втором, то есть в мире природы. Действия этого притяжения всегда явны. Что же касается его причин, то они по большей части неизвестны и должны быть сведены к первоначальным качествам человеческой природы. Вот это опять же очень интересная особенность, которая нас прямо подводит к эпохе просвещения. Есть, оказывается, какие-то первоначальные качества человеческой природы. Это не то, что что-то создано Богом, как говорил Мальбранш и даже сам Декарт, ну уж тем более Бертли. Нет, нет, это свойства нашей природы. Вот у нас есть в природе некие свойства, которых мы не понимаем, но мы видим их реакции, видим их проявления и с помощью этих реакций и проявлений мы устанавливаем связи или, как говорит, используя механистические модели, притяжение между вещами. Наше сознание определяет, что с чем может быть сопряжено и как. Ну, скажем, огонь сопряжен с теплом. Но это происходит не из-за нашего предвечного знания, а из-за нашего опыта, опыта, который мы получаем и, как пишет в одном месте Юн, когда Адам первый раз увидел воду, ну, играет в творение мира, когда Адам первый раз увидел воду, он не мог предположить, что в ней можно утонуть. То есть нужен опыт. Опыт. второй принцип юма. Чтобы проверить и доказать убедительность всякой обсуждаемой идеи, необходимо указать соответствующее ей впечатление. То есть, опять, наоборот. Вам приходит в голову определенный, но с другой стороны, это наоборот, но это очень у нас распространено. Там, скажем, человек говорит, я думаю, что на Марсе нет жизни. А почему ты так думаешь, следующий наш вопрос? Какое твое впечатление привело тебя к этому убеждению? Понимаете? Если у тебя нет аналогии такого впечатления, то тогда твое высказывание абсолютно бессмысленно. есть ли оно есть? скажем, я знаю, что при таких-то температурах, при такой-то сухости на земле ничего не растет. А на Марсе я знаю, что так холодно и так сухо, и нет воды, значит, там тоже нет жизни. То есть, обязательно идея должна быть подкреплена определенным впечатлением. Предположим, политическое суждение. Я считаю, что демократия конструктивнее диктатуры. Почему? Подтверди. Найди. Это твоя идея. А докажи ее впечатлением. Впечатлением. И, соответственно, ты будешь говорить, вот, я знаю, что в Америке так-то и так-то, а там, скажем, ну, я не знаю, в Китае по-другому и так далее. вслед с залогом Юм определяет три вида идей. Идеи субстанции и постасии. Обратите внимание, не субстанции, как Аристотель говорит, а идеи субстанции. То есть, эта идея уже в декартовском смысле, это уже не эйдос, а идея как мысль. Мысль о наличии субстанции. Вот эта мысль о наличии книги. Это не значит, что эта книга есть. Есть мысль о наличии книги. Второе, это идея отношений, что есть отношения между, ну, скажем, этой книгой и мной, да, как ее читателем. И есть идеи обобщающие. Это обобщающие идеи, это результат прочтения книги и вот это лекция. Понимаете, вот есть три уровня идей, но это все идеи. Вот я считаю, я считаю, что есть книга, я эту книгу читаю и нахожу в ней определенные мысли, я так считаю, что я нахожу там эти мысли, и я эти мысли, как я считаю, доношу до вас. Юм редко пользуется образом сна. До него его настолько изгваздали от образ сновидения, что он им уже не пользуется. Но, в принципе, можно сказать, вот я сейчас читаю лекцию вам, а может, все это сон? Может, я просто вчера перечитал эту книгу и мне снится, что я читаю так ловко, хорошо, ладно, и вы меня все слушаете. Вот, а на самом деле я проснусь и поймусь, что, в общем, все это абсурд, то, что я рассказывал и самому себе фактически, да? Юм соглашается с Беркли, что общие идеи это идеи, присоединенные к некоторому понятию, термину у Беркли, к некому понятию, вызывающему ассоциации. То есть, предположим, к понятию книги присоединяются некоторые образы, вот термин книга, к ней присоединяются некоторые образы, там, умная, которая научает, философия и так далее. Но здесь вступают новые принципы, понимаете, строится механистическая система познания. Вы сейчас поймете, для чего она строится. на самом деле вся эта сложная вещь, Беркли создает сложную систему, Юм создает сложную систему, но вся сложная система, она для достаточно простой вещи. Сейчас мы это поймем. Он говорит, человеческий интеллект может разделять только то, что разделено для чувств. То есть, то, что мы по-разному воспринимаем, то, что мы можем для себя разделить как перцепцию, то мы можем разделить интеллектуально. Но мы не можем разделить интеллектуально то, что соединено, то, что одно целое является, и то, что мы не воспринимаем разделенное. Это важный момент. Значит, мы не можем создавать конструкты. Мы можем только анализировать впечатление. у нас может быть впечатление зелености, впечатление там, скажем, интеллектуальной сложности, логической глубины или просто формы, неважно. Но мы же все их воспринимаем раздельно. Мы не можем никогда разделить то, что неразделимо. Значит, восприятие первичное, а идея вторичные, они никогда не могут превзойти восприятие. Второе. Всякое представление, только ослабленная копия впечатления, его смутное отражение. Следовательно, представление всегда хуже впечатлений. Мы, анализируя мир, понимаем понимаем его хуже, чем воспринимаем. Мы воспринимаем ярче, чем понимаем. И общие представления всегда возвращают нас к частному. Возникает конкретно образ по тем или иным причинам нам наиболее близки. Это так называемое для юма привычное восприятие. о чем здесь идет речь. О том, о чем мы уже не раз говорили, об этом Бертли говорил. Мы не можем сказать книга, вот мы можем сказать книга, категории книги. Для Аристотеля это было бы эйдос книги или эйдос человека. Но для нас нету ни книги, ни человека, ни собаки, ни даже там красивой молодой женщины. Что бы мы ни сказали, мы всегда воспринимаем конкретную красивую женщину, которую мы имеем в памяти, мы ее воспринимаем. А возможно другой человек при этой же фразе воспринимет совершенно другую женщину, совершенно с другой внешностью. Также и книгу. Мы говорим книгу, мы воспринимаем одну книгу, а другой воспринимает другую книгу. Мы говорим о собаке, и у одного в голове его собака, у другого в голове, если нет своей собаки, собака соседа, или та собака, которая только что пробежала перед ним по улице, но просто собаку он воспринять не может. Поэтому любое общее представление возвращает нас обязательно к конкретному. И это есть привычное восприятие. То есть мы воспринимаем даже обобщенно, мы воспринимаем то, что вполне конкретно. Это интересные замышления о самом себе. Вы понимаете, есть такие совершенно абстрактные вещи, как, предположим, солнечная система или галактика. А вот представьте себе на минутку. Бог с ними, с красивыми молодыми женщинами. Не будем соблазняться. Или красивыми молодыми мужчинами. Или умными старыми мужчинами, как угодно. А представьте себе, вот это такое, как галактика. И вы тут же увидите что-то. Какую-то картинку из школьного учебника. Или какую-то там картинку в интернете. Какой-то научно-популярный фильм. Или что-то еще. Я не знаю что. Но обязательно у вас будет конкретная визуализация. Просто галактику вы не сможете представить. Это вот важный его вывод. аналогии по привычке. Скажем, вы представляете себе конкретный треугольник и, соответственно, все другие фигуры, у которых три угла, вы тоже будете считать треугольниками. Это аналогии по привычке. Вы привыкли к определенному. Ну, перед вами определенная вещь. Треугольник не самое удобное. Но перед вами определенная вещь. И будет всегда аналогия. Там, скажем, вам говорит подруга, что, ты знаешь, ну, я говорю самые простые вещи, уличные, как бы, примеры. Вот я купил очень хороший набор посуды. Ну, вы, конечно, представляете тот набор, который вам нравится самой, который вы представляете. То есть вы не представляете этот набор вообще. Вот это и есть представление об аналогии. Юм до наборов посуды не опускался. Он говорил о треугольниках, о том, что если есть у вас опыт равностороннего треугольника, то вы, скажем, неравносторонний треугольник тоже сочтете треугольником. Ну, по сути, это одно и то же. Понимаете? Просто в то время было не принято говорить о том, чем занимались слуги. А сейчас мы сами себе слуги. В связи с этим Юм включает следующий момент. Абстракция, арифметика, алгебра, геометрия, значение чисел. Что это такое? Значение чисел, он говорит, устанавливается, и фигуры. Это же абстракция, да? Устанавливаются путем простого рационального анализа. Простой рациональный анализ это красивые слова, а на самом деле это означает вот то, что делает по нашим представлениям декарей. Когда он говорит, вот два стакана, три стакана, много стаканов, потом четыре, пять, если понадобится. И вот эти числа, это счет вещи. Вот это простой рациональный анализ. Простой рациональный анализ приводит и к математическим действиям. Предположим, у нас 30 мешков, и мы прекрасно понимаем, что половина от этих 30 это 15, то есть деление на 2, да? Вот, разделили на 2 группы. Или, предположим, 3 по 5 это половина от 30. То есть, все вот эти математические действия, они сначала возникают как рациональный анализ, а потом переходят уже в абстрактное счисление. И их он называет, Юм называет чистыми идеальными соотношениями. Это чисто идеальные соотношения, потом их Кант назовет априорными аналитическими суждениями. Это одно и то же. Вот, но это, понимаете, это переворачивает весь образ математики. Собственно говоря, что говорит, говорил там Пифагорию античная математика? Они говорили о божественной числе числа, потому что число, оно равно самому себе всегда и всюду. Оно равно самому себе, как говорится, и здесь, и через миллион лет, и на Марсе, и на Венере, всегда 2 плюс 2 будет 4, никогда оно не будет 5 нигде, и никогда не было. Здесь же абсолютно другая, то есть это абсолютное число, исходя из этого, греческая философия и Пифагор, и Платон, после него выводили категорию идеального мира, мира идей, потому что все эти вещи, они существуют к идеальной вещи. Дорогие друзья, вот, я говорю, я чувствую, что я не нахожу полного здесь для всех понимания, а ведь вы подумайте, на самом деле, это и есть анализ мысли самой себя. Вот видите, мы все раздаемся, просто что такое философия. Философия, это в первую очередь размышления или о мире внешнем, или о самом себе. И как раз 17-18 век задался этой великой целью, если я смог изучить мир, если я смог понять механику притяжения и отталкивания планет, звездных систем, там, трения и всего, инерции, значит, я смогу понять и намного более таинственный мир моей мысли и ответить на вопрос, наконец-то, кто я. Вот этим и занимаются философы, этим и занимается Юн в том числе. Поэтому, вот, он рассуждает таким образом, чтобы понять, как у него возникает идея числа. И если для античного философа идея числа предшествует реальным числам, идея треугольника предшествует реальным треугольникам, то для Юма все наоборот, все наоборот. Все начинается с простого рационального анализа и потом приводит к вобщениям. Хотя бы в природе никогда не существовало ни одного круга или треугольника, истины, доказанные в Клидовне, всегда сохранили бы свою достоверность и очевидность. Потому что истины относительно круга, треугольника, радиуса, сектора, круга, все эти вещи легко показывают, все эти вещи эмпирически рассматриваются. Поэтому они неумозрительны, они всегда ложатся на реальность. Реальность. Но более-менее сложных, понимаете, эта реальность не обязательно реальность десяти мешков, это может быть реальность сложных довольно построений и расчетов, но под ней всегда есть праксис, под ней всегда есть натуральное начало. Поэтому это чистые идеальные соотношения. Они выяснены из эмпирики, но они не эмпиричны, они вечны. Тридцать мешков всегда, когда делится пополам, образуют две группы по пятнадцать, и любое тридцать всегда разделить деление на два будет два по пятнадцати. Иначе быть просто не может. Это есть чистые идеальные соотношения или априорные аналитические суждения по кантам. Но есть вторая сумма категории. Вот мы навсегда запомним, что там дважды два четыре, трижды три девять. А есть другая сумма категории, которые не столь очевидны, хотя вроде бы для нас совершенно очевидны. предположим, это Юнкас использует этот образ, завтра взойдет солнце. Ну, для нас с вами это очевидно, но в то же время наученные опытом постоянного эскатологизма в условии гипотетической ядерной войны, мы можем предположить, что он может и не взойти, по крайней мере для нас. понимаете, поэтому это может просто помирить. Это иночь, не дай это Бог. Вот, в любом случае, для нас это может не произойти. То есть, это правдоподобное суждение, правдоподобное суждение, но не абсолютное. Оно не влечет за собой логическую необходимость, а только вероятность. Кант называл такие суждения апостериорными синтетическими суждениями. Почему апостериорные, почему синтетические? Апостериорные, потому что они формируются в результате предшествующих опытов. Почему синтетические? Потому что этих опытов много, они их синтезируют. Но из того, что так было много раз, вовсе не значит, что так будет еще раз. Понимаете? То есть, есть два типа. Вот, дважды два, четыре будет всегда. Будем мы, не будет нас, будет всегда. А вот солнце взойдет завтра, может зайти, может не взойти. Все отношения о фактах, пишет Юм, основаны, по-видимому, на соотношении причины и следствия. Лишь с помощью этого отношения мы выходим за пределы свидетельства нашей памяти и чувства. То есть, причинно-следственная связь очень важна. Мы входим за пределы памяти и чувства. Но мы устанавливаем эту причинно-следственную связь. И это следующая тема, о которой мы сейчас будем говорить. Причинно-следственная связь это наша связь. Это не помимо нас существующая связь. Это наша связь. Нами установленная. То, что в единичном случае одно явление предшествует другому, не дает оснований для необходимого заключения, будто предшествующее явление причина, а последующие ее результаты. Если дело обстоит таким образом, то следует сказать, что основанием всех наших заключений, касающихся отношений причины и следствия является опыт. Но опыт не абсолютен. Опыт не абсолютен. Понимаете? Опыт лишь определенное накапливание факторов. Мы сейчас как скажем, вот если мы знаем, что в результате чего-то должно получиться что-то, так же было 25 раз, а 26 так не получится, мы будем всегда искать причину этого, в том, что что-то было иное, как что-то было иное. Юм говорит иначе, он размышляет иначе, так мы действуем, потому что мы исходим из реальности вот этого мира. А он говорит о том, что это относительное установление, относительное, потому что наш опыт это субъективное восприятие предшествующих наших восприятий, это субъективное восприятие предшествующих наших восприятий, не более того. Оно всегда может не повториться. Даже самое частое повторение, зафиксированное опытом, не раскрывает, пишет Юм, той скрытой силы, которая является причиной результата. Вот здесь важный очень вывод. Значит, важный вывод и далеко не так легко понимаемый вывод. Мы даем научное объяснение причинно-следственной связи. И Юм это вполне принимает, соглашаясь с тем же Ньютоном, но для процессов сознания, процессов мышления, процессов восприятия и анализа существует некая скрытая сила. Мы не понимаем этой скрытой силы. Юм меньше всего думает о Боге. Эта скрытая сила, это некая внутренняя закономерность, которую мы не видим. Но она есть. Она есть. Мы ее можем увидеть, мы ее можем исследовать, а можем не увидеть и не исследовать. Ну просто потому, что не все мы можем исследовать, не все мы можем понять. Но эта скрытая сила всегда есть, если есть повторяемость действия. По крайней мере, он повторяет старую, как само человечество, латинскую поговорку «hoc post hoc». То после этого не означает «hoc propter hoc», то вследствие этого. Мы этого никогда сказать не можем. Мы должны удовлетворяться привычкой, самым последним принципом всех наших заключений из опыта, какой мы только можем указать. То есть у нас нету абсолютной обязательности результата. Только привычка. Вот совсем недавно страшный, но слава богу, как раз хороший в итоге получившийся пример, когда с абсолютно смертоносным веществом пытались отравить Скрипаля. Он должен был помирить сразу. А он взял и не помер. Ни он, ни его дочка. Этому есть целый ряд объяснений, которые потом дают ученые. Кое-какие объяснения дают политики. Нам даже не важно это в данном случае. Важно то, что с точки зрения привычности в юмовском смысле, да, ожидалась, конечно, гибель. И быстрая гибель. А в силу того, что получилось все иначе, то ли потому, что влажный климат Британии, то ли по каким-то иным причинам, я не сдаюсь, мне совершенно не интересуют в данном случае подробности, это не получилось. И мы видим, что опыт, он нам дает некоторую линию, некую канву, иначе просто вообще невозможно было бы рассуждать, но не дает никогда, даже в таких вещах, как вот эти вещи неприятные, безусловного результата. Грубо говоря, бомба может взорваться, может не взорваться. Может взорваться, упав в песок и не произведя никакого эффекта. А может не взорваться, но упасть как раз на голову того человека, который меньше всего этого ожидает. То есть все может произойти. Привычка не может стать полной уверенностью вследствие. Полную уверенность дает только вера. Вот здесь мы подходим к следующему моменту. Для слова вера, Юм использует английское слово believe. Не faith, а believe. То есть это не религиозная вера, а это опытная вера. Вот у нас нет в русском языке, по-моему, развлечения этих слов. В английском оно есть. В этом смысле это очень удачно. Поэтому, когда мы говорим с уверенностью сказать, мы уже сразу употребляем слово вера. В самом слове уверенность, что присутствует слово вера. Вот это слово believe для Юма очень важно. Оно говорит о том, что это не абсолютное убеждение опыта, а лишь некое предположение, некая вероятность, которую мы в себе самом устанавливаем. Believe не означает, что это произойдет наверняка. Мы верим, что это произойдет. Даже как в этом страшном случае, о котором я говорил, видимо, те, кто его пытались осуществить, они верили, вот это в смысле believe, что все получится. Но ничего не получилось, слава богу. Основание причинности из рационально-онтологического становится эмоционально-иррациональным. Из сферы объективного переносится в сферу субъективного. Почему такой невероятный удар во всей науке происходит? Потому что вот эта идея абсолютной повторяемости эксперимента, что нам говорят постоянно, что наука – это повторяющийся результат эксперимента. Да, вот нам-то говорят. Но ведь мы же сами знаем, что есть такое количество… Мы говорим опять, понимаете, вот тяжело говорить в категориях Юма, я понимаю, что это плохо воспринимается. Мы говорим в нашей категории. Такое количество превходящих факторов, что любой эксперимент может быть неудачным. Вот о чем идет речь. Но Юмбе сказал иначе. Такое количество восприятий нами, что любой опыт может оказаться не свершившимся на этот раз. Понимаете? Поэтому наши действия всегда основаны на вере. Мы идем вот после этой лекции домой, твердо веря, что наш дом есть, что мы придем, откроем дверь и войдем, и себе даже уже представляем. Все. И даже более того, мы верим в то, что этот дом есть сейчас, когда мы сидим на лекции. Мы сидим на лекции, а там все хорошо, тепло, уютно, и в холодильнике что-то обнадеживающее. Но на самом деле, как вы уже догадываетесь, это только наше предположение. С точки зрения Юма, наш дом – это сумма наших повторяющихся восприятий. Мы можем вполне обрести его отсутствие, не дай это Бог. Это может рационально быть увидено каким-то образом. Я не хочу фантазировать. Ну, всякое может произойти. Вот. Но… И так бывает изредка. Но с его точки зрения, это просто означает то, что на этот раз наши привычные восприятия нас подведут. И все. Мы привычно откроем дверь холодильника, но вроде же там зима, пустынная зима. Понимаете? И только потом вспомним, что да, к нам кто-то забегал, не знаю, сын или дочь, и, в общем-то, воспользовался услугами нашего холодильника. Но это будет рациональное объяснение. А с точки зрения Юма, это просто наше привычное восприятие не сработало. Подобная вера, пишет Юм, есть необходимый результат, возникающий, как только дух поставлен в указанные условия. При таких обстоятельствах… Ну, дух он понимает не мистически, а дух как рассудок, наш рациональный дух, скажем так, как дух поставлен в указанные условия. При таких обстоятельствах эта операция нашего духа так же неизбежна, как испытание аффекта, любви, когда нам делают добро, или ненависти, когда нам наносят оскорбление. Все эти действия духа – род природных инстинктов, которые не могут быть не вызваны, не предотвращены рассуждением или вообще каким-либо процессом мышления и рассудка. Вот это тоже важно. Понимаете, мы не умственно убеждаем себя в то, что мы вернемся домой сегодня и найдем наш дом уютным и теплым, а мы инстинктивно это сознаем и чувствуем в результате многочисленных предшествующих опытов. А все может быть в конечном счете и иначе, хотя бывает редко. Значит, не от рассудка идет наше, да и все наше идет не от рассудка. Понимаете? Если вы встречаетесь с неким человеком, который вам говорит, какая вы красивая, какая вы умная, какая вы всегда элегантная и очаровательная, этому человеку вы станете относиться хорошо. Хорошо. Если вы не заподозрите, что он какую-нибудь гнусость, в общем-то замышляет. А если вы увидите, что почувствуете, подумаете, что он говорит, от чистого сердца, да, вы говорите, он немножко наивный человек, там он простак, но он милый человек, милый человек, понравится. Если вам встретится какой-то человек, который будет вам делать гадости, то вы его не взлюбите. И это происходит не потому, что вы рационально решили, этот человек делает мне гадости, он вчера наступил мне на ногу, он сегодня бросил лягушку в чай, пожалуй, это мерзавец. Вот. А вы вас сочтете, что он мерзавец без этой рационализации. Понимаете? Вот. Вот это очень... Вот точно так же происходят все наши сложные восприятия. Они все происходят на уровне аффектов и инстинктов, только более сложных и синтетических. Отсюда, из этого умозаключения, Юм переходит уже не к утверждению, а к достаточно такой последовательной критике категории субстанции. Главной категории, которой мы живем, не думая об этом. Мы все живем в мире... Вот иногда мы говорим, что все люди одинаковые. Вот все люди такие... Да ничего подобного. Если вот вы приезжаете на отдых в Таиланд, и вам кажется, что все то же самое, что у нас, только потеплее там, люди поприветливее. Но на самом деле, если вы близко сойдетесь с людьми, вы личите совершенно иное видение Вселенной. Абсолютно иное видение Вселенной. Кстати говоря, очень юмовское видение Вселенной. Понимаете? Они не воспринимают субстанцию как реальность. Хотя, конечно, что в повседневной жизни живут тем же самым. И там банкноты там в 500 и в 1000 батов они воспринимают как реальность. Но с точки зрения более глубокой, вот этой именно экзистенциальной, они живут иным. Они не живут миром материи, потому что буддистское мировосприятие говорит о том, что материя – это иллюзия. И, собственно, вся задача, вся доблесть буддийского мистика, независимо от этого монаха или мирянина, но просто серьезного буддиста, это не просто знать это, а жить в соответствии с этим. Жить в соответствии с этой иллюзорностью материального мира, чему Хинаяна твердо, в общем-то, твердо указывает на этот путь. И примерно то же самое предлагает Юн для нашего восприятия. Вот субстанция – это иллюзия. Мне не надо было бы так долго об этом говорить с буддистом, он бы воспринял бы это очень просто. Для нас это сложная вещь. Но тем не менее, я знаю, как всегда сложно говорить о буддизме и настоящем индуизме студентам. Совершенно не понимают этих вещей. Потому что это иное, если угодно, основание мировидения. Но вот как раз наши европейские философы, тот же Юм, они пришли к этому. Причем, если Беркли скорее напоминает адвайтиста индуистского, который признает Бога и иллюзорный мир, то Юм скорее напоминает вот этого тхаравара, буддиста Тхаравады, Хинаяна, малой колесницы, который не признает и Бога. И Бога считает субъективным восприятием. О чем вот сейчас я буду говорить. Но в любом случае субстанции мира нет. Есть только восприятие субстанции. Понимаете? Вот. И поэтому, когда Юм пишет, все, что мы воспринимаем в реальности, воплощено в ряде впечатлений и идей, это вот типично, это совершенно не европейская мысль. И какие-нибудь наши любители, да, великой традиции, там, в которой, там, все говорят, что традиция, колья, основа, они бы очень возмутились. Но, слава Богу, в Англии жили умные люди, поэтому они этим не возмутились. Хотя я должен вам сказать, что какие в Англии жили не умные люди, но Юма в университете никогда не принимали профессора. Он мог сделать карьеру чиновника, но не карьеру профессора. Он мог писать сколько угодно, но не учить. Ведь вот это 18 век. Вот именно за его атеизм, он несколько раз пытался занять кафедру профессора философии в разных университетах Великобритании, в Шотландии, в Англии, когда не получалось. Вот. Но право человека думать, писать, пожалуйста, и на государственной службе сколько угодно. Сколько угодно. Потому что это одно с другим не связано. Вот это вот особенность английского такого тогдашнего мировителя. Итак, он говорит, Юм говорит о пучке восприятия в нашем сознании, который формирует предмет вне нас. Пучок восприятия. То есть Юм это видел, видимо, как? Что это сумма, вот как мы говорим с книгой, сумма, объемная сумма восприятий разных аспектов предмета. У нас есть только восприятие. А мысль о том, что помимо этих восприятий есть предмет, это наша обобщающая идея. Наша обобщающая идея. А вы помните, что идеи намного менее яркие вещи, чем восприятие. То есть мы воспринимаем ярко, а анализируя, соглашаемся, что вот это есть книга, уже намного более абстрактно. И, соответственно, пучок восприятия в нашем сознании формирует как бы предмет вне нас. Вы понимаете, мы прямо на подступе к канту находимся. Как бы предмет вне нас формирует, как бы. Вот здесь слово как бы на самом деле надо употребить. Я его очень люблю употреблять. Когда говорят, как бы Платон, как бы сказал. Вот эти, я тут же выгоняю студента из аудитории, когда он начинает так мне рассказывать. Вот. Я говорю, на самом деле кто же сказал? Вот. Но здесь слово как бы очень уместно. Потому что он, это как бы предмет есть. На самом деле его нет. Нет. Или пока мы ничего не можем сказать. Может есть, может нет. Вот. Вот привычка наделяет наше восприятие субстанцией вне нас. То есть субстанция это наше восприятие, а не реальность. Не в малой степени. Но из этого следует еще один потрясающий вещь, для которой не додумался Сергей Борисович, дорогой, ни Декарт, ни Беркли, да они не хотели додумываться до этого, не боялись додумываться до этого. А это то, что идея нашего «я» не может происходить от впечатлений, так как они переменчивы. А следовательно, такой идеи совсем нет. То есть меня, как субстанции, нет вообще, даже в виде идей, даже в виде восприятия. Мы являемся ничем иным, как сплетением впечатлений и идей. Я позволю себе прочесть это место у Юма. Это хороший цитат, знаменитый. Я не стал таскать Юма с собой, я взял все-таки из учебника. Но перевод хороший, из двухтомника. Я решаюсь утверждать относительно остальных людей, что они суть ничто иное, как связка или пучок, бандл о коллекшн, различных восприятий, следующих друг за другом, с непостижимой быстротой и находящихся в постоянном течении, в постоянном движении. Наши глаза не могут повернуться в глазницах без того, чтобы не изменились наши восприятия. Наша мысль еще более изменчива, чем зрение, а все остальные наши чувства и способности вносят свою долю в это изменение. И нет такой душевной силы, которая оставалась бы неизменно тождественной разве только на одно мгновение. Дух – нечто вроде театра, в котором выступают друг за другом различные восприятия. Они проходят, возвращаются, исчезают, смешиваются друг с другом в бесконечно разнообразных положениях и сочетаниях. О, если бы знал Юм, что то же самое, лет это за тысячу до него, писали индийские философы, которые там занимались вайшешекой, ну и особенно другими, более сложными даршанами. Собственно говоря, ну он открыл-то заново. Особенно санхи, конечно. Санхи – это просто вот… Философы, занимающиеся санхи, не знают Юма, а Юм не знал философии санхи. Но на самом деле это то самое. Там прямо говорится о том, что материя, как танцовщица, выбегает на мгновение и исчезает. Понимаете, вот тот же самый образ театра. Собственно говоря, в духе нет простоты в любой данный момент и нет тождества в различные моменты. Как бы невелика была наша естественная склонность воображать подобную простоту и подобное тождество. Сравнение с театром не должно вводить на заблуждение. Дух состоит из одних только восприятий, следующих друг за другом. То есть театр – это есть актер, да? А здесь одни восприятия. И у нас нет ни малейшего представления о том месте, в котором разыгрываются эти сцены, и о том материале, из которого этот театр сделан. Посмотрите, какие на самом деле страшные утверждения, которые говорят о том, что вот мы с вами воспринимаем этот мир как нечто достаточно основательное и твердое. И уж даже если мир не очень принимаем как основательное и твердое, то самих себя воспринимаем как нечто основательное и твердое. Но и этого нет. И этого нет. Существование вещей вне нас является объектом не знания, а веры. Вот той самой веры, да? Не faith, а веры... Старый человек уже... The belief. Да, вот это belief. Этой веры. То есть существование предметов вне нас есть предмет веры, а не убеждение, не знание. И тождество я также объект веры. То, что я есть, это объект моей веры. Строго говоря, Юмба убрал бы слово моей и сказал просто, это объект веры. Объект веры. Наша вера в непрерывное, независимое существование предметов есть плод воображения, которое, проникнув к определенному... Привыкнув к определенному порядку идей, стихийно продолжает этот порядок. То есть вот наш привычный мир это лишь сумма восприятий и привычек, привычек, что это будет продолжаться. Это немножко напоминает вот такое... Опять же, Юм этого не использовал, это я говорю. Юм не использовал категории сна, он их не любил. А я все-таки буду использовать. Вот есть такое состояние, но всем вам известно. И мне известно. Когда человек уже сознает, что он спит, но при этом еще спит. и вот он во сне понимает, что это не наяву. И он понимает, что все, что он делает во сне, он может сделать без всяких последствий, которые произошли, если бы он это делал наяву. И он думает, давай-ка я еще это испытаю, это сделаю, это от этого отстранюсь, потому что это же во сне. Вы понимаете? Вот это осознание и реальности, и реальность, только вывернутое наоборот. Когда мы, находясь как бы наяву, знаем, как Юм, что на самом деле все это явь, это лишь наша перцепция, это лишь наши ощущения, не более того. Вот примерно то же самое, только наоборот. Юм сам использует другой пример, что он английский такой пример, ящик пример. Говорит, я утром вышел из моего кабинета, в нем было уютно и тепло, горел камин. Видимо, он вставал не рано, светило солнце в окнах, когда я открыл шторы. Я возвращаюсь вечером, ожидая, что если слуга не позаботился, камин уже почти прогорел, дрова. Что за окном, безусловно, темно. Но я знаю, что я вернусь в ту же самую комнату, я ожидаю все это. Но это не потому, что существует эта комната, существует эта циркуляция дня и ночи, существует это прогорание дров в камине. А это потому, что я из опыта моих восприятий утра, из опыта моего восприятия кабинета, из опыта моего восприятия тепла, из опыта, ну вот, других опытов моей жизни, я могу сделать вывод, каким мне откроется мой кабинет, когда я приду. Но не более того, это есть лишь сумма опытов и сумма предположений. Это лишь набор восприятий, говорит он, от скептического сомнения, потому что мира нет, нас спасает вера, а логичное и почти биологическое происхождение нашего знания. Биологическое, biological у Юма, это то, что раньше называли natural, он не любил слово natural, то есть это вот некая естественная текстильность, вот наши чувства, они дают нам определенные опыты, не более того. Но то же самое, и вот мы сейчас приближаемся к самому главному Юма, то же самое и я, как субстанция. Вы помните, субстанция, сабстаншен, ипостасис, подставка. То есть вот, субстанция, как некая основа, на которой строится наша личность. Да, может быть, мы совсем не такие, какие вот мы воспринимаем сами себя, но точно ведь каждый из нас совсем не так себя воспринимает, какой он есть объективно. Посмотрел в церкало, отошел и забыл, какой ты есть, и считай себя таким, каким ты хочешь себя считать. Ну, это же всем известно. Вот. Но тем не менее, мы твердо знаем, что у нас есть это подосновы, есть я, пусть не совсем такой, каким я себя воспринимаю, каким я в зеркале отражаюсь, каким видят меня друзья, каким видят меня враги, но есть я. А я нет. А я нет. Субстанции нет вообще. Из этого вывода, а есть только ощущение, из этого вывода делается следующий вывод. То есть, понимаете, Юм уничтожает объективную человеческую личность. Неслыханные вещи. К чему идет его последовательный анализ. «Аффекты отсылают к я, к личности, в действительности которой каждый из нас неявно уверен. Но сама воля является аффектом. Под волей, пишет Юм, я разумею ничто иное, как то внутреннее впечатление, которое мы переживаем и сознаем, когда сознательно даем начало какому-нибудь новому движению нашего тела или новому восприятию нашего духа. воля. То есть, воля – это то, что мы сознательно допускаем в наше сознание и, соответственно, в наши действия. Впечатление это так же, как и предыдущее, невозможно определить. А он до этого разбирает гордость, уничижение, любовь, ненависть и говорит, что эти ощущения невозможно определить. Вот невозможно сказать, что это такое. Это, безусловно, наши аффекты, наши переживания, они основаны на наших впечатлениях и так же точно воля. Воля – это не… А почему это так важно для юмора? И на самом деле здесь он спотыкается. Вот воля – это такая штуковина, на которой все спотыкаются. Кто ее отрицает? Вот. Потому что, с одной стороны, ему, если есть воля, значит, есть я. Потому что, помимо воли, что такое я? Понимаете? Действительно, если мы будем рассуждать так достаточно последовательно, то мы отсечем все остальное, но воля останется. Поэтому ему надо разделаться с волей. И он говорит, что воля – это рационализация, рационализация аффектов, сознательное принятие или непринятие тех или иных вызовов или тех или иных аффектов. Но рационализация чем? Это так же неопределимо, пишет юм, как гордость и уничиженность, ненависть и любовь. Потому что он задается вопросом, вот чем можно объяснить, что мы там любим, да, ладно, а мы любим в смысле лайк, когда нас хвалят. Но почему мы влюбляемся в какую-то женщину? Потому что нас хвалят, а нет, иногда она поносит. Вот, тут ничего не понятно, что вот возникает эта любовь, она иррациональна, она непонятна. Почему? Это тайно говорит юм, это нельзя объяснить. Это нельзя объяснить, но действительно, на самом деле, мы с вами не можем это до конца объяснить, правда, почему так происходит. Там биологи селятся говорить о том, что это какие-то там на генетическом уровне притяжения, отталкивания, которые благоприятствуют продолжению рода, там все это, ну это все, понимаете, это еще намного менее убедительно, чем то, что говорил юм. Но для нас самое важное, что он не может объяснить свободу, воле. Он не может объяснить, что такое воля. И это вот абсолютно факт. Понимаете, то, что он не может объяснить, что такое влюбленность, ну это ладно, а вот что такое воля он не может объяснить, хотя мы все знаем, что такое воля. Мы знаем, что воля это выбор, это выбор между чем-то и чем-то, не всегда в пользу добра и в пользу зла, даже чаще в пользу зла, но это всегда выбор. И он это знал отлично, он же был образованным человеком и опытно знал это все. Но если признать, что есть некий выбор, значит начинается обратный отсчет. Это очень существенная вещь. На самом деле, вот борьба с волей это главная аскетическая категория Адвайта. Но она опять же там не получает. Потому что если ты борешься с волей, значит ты соответственно не можешь строить аскетическую практику. Потому что как же без воли строить аскетическую практику? Ну и все ломается. Так что вот мы здесь подошли вот к этой тончайшей вещи. Я не хочу критиковать юма. Я хочу просто объяснять его ход. Но здесь он явно останавливается. Он не дает объяснения, но он находит выход. он находит выход в том, что он, в чем всегда находят выход те, кому не нужна воля. Не всем не нужна воля, как юму, чтобы отрицать личность. Там, скажем, нарксу воля не нужна потому, что он считает, что всем движут классовые силы. Поэтому свобода это осознанная необходимость. Но по сути всегда один и тот же ход. Свободы нет. Свободы нет. Мы детерминированы всегда извне и изнутри. То есть мы вообще ничего не выбираем. Нам только кажется, что мы выбираем, говорит юм. На самом деле выборов нет. разум. Это уже его известнейшее рассказывание. Мне не хочется говорить, но все же я не могу не сказать. Это очень непорядочно, наверное. Наверное, это его личный опыт. Ну, в какой-то степени, давайте подумаем. Каждый из нас, не признаваясь другому, подумает о себе. Но юм утверждает, разум никогда не может противостоять страсти в управлении волей. И поэтому, как таковой, воли, как объективного знака личности нет. Воля это лишь сумма чувств. Поэтому аффекты, страсти, да, желания, они управляют волей. Разум есть и должен. быть только рабом аффектов, так как он слабее их. Вот здесь прилегает именно здесь. Это я могу прочесть тоже. Я написал, что это хорошо бы дать эту цитату. Так как разум сам по себе никогда не может вызвать какого-либо поступка или же дать начала хотенью, понимаете, о чем это речь, да, то я заключаю отсюда что это наша способность столь же бессильно препятствовать хотению или же оспаривать господство какого-нибудь аффекта, какой-нибудь эмоции. То есть мы не можем заставить себя влюбиться. да, мы не можем породить определенную ситуацию силой своей воли. И, соответственно, Юн делает из этого вывод, что мы также и бессильны воспрепятствовать. Да? Указанное следствие является необходимым. Разум мог бы оказать это последнее действие, то есть воспрепятствовать хотенью, только сообщив нам импульс в направлении противоположном нашему аффекту. Но такой импульс был бы в состоянии вызвать хотение и действуя сам по себе. Ничто не может оказать противодействие импульсу аффекта или же ослабить его кроме противоположного импульса. А поскольку Юн считает, он же считает, что перцепция приходит извне, соответственно, мы должны только переключить свою перцепцию на другое, в другое восприятие, а не заставить себя отказаться от чего-то. Если же такой противоположный импульс всегда пристекает от разума, то эта последняя способность должна оказывать изначальное влияние на волю и быть в силах как вызвать любой акт воли, так и воспрепятствовать ему. Но если разум не имеет такого изначального влияния, то он не может ни на минуту удержать наш дух в нерешительности. Таким образом оказывается, что принцип, противодействующий нашему аффекту, не может быть разумом. И его лишь неправильно называть так. «Мы выражаемся неточно и не по-философски, когда говорим о борьбе аффектов с разумом. Разум есть и должен быть лишь рабом аффектов и не может претендовать на какую-либо другую должность, кроме служения и послушания им». Вот, собственно говоря, это утверждение Юма, которым он прямо, как мы скоро увидим, расходится с Кантом. И все учение Канта о категорическом императиве – это отталкивание от этого учения Юма. Вот мы через Юму легко начинаем понимать главные позиции Канта о моральном законе во мне. Что такое моральный закон во мне? Вот эта идея свободной воли, идея воли, которую Юм отрицал, потому что ему не нужна была личность. Поэтому, ну что же такое нравственность задает вопрос Юм. Сам Юм говорил, он же был человеком совершенно небезнравственным. Это вот все, что я говорил до этого, это не означает, что он там, понимаете, дал волю всем своим низменным инстинктам и ничего подобного. Он пишет, что нравственность, он вообще считал свой трактат по нравственности лучшим, что он написал в своей жизни. Нравственность такой предмет, который интересует меня больше всего остального. И здесь очень, я бы сказал, интересное, опять же, он же отрицает категорию личности, он говорит, что вот я как продолжающаяся категория нет. И в этом смысле очень интересное его отношение к морали. Он же не может отрицать морали, вообще это было несвойственно, Англии, тем более Шотландии, не забудьте Шотландии кальвинистской в основном, Шотландии 18 века. Он говорит, что основа морали чувства. Мы скорее чувствуем нравственность, чем судим о ней. Это резкая противоположность тому, к чему мы привыкли. Мы любим рассуждать о нравственности. Как говорил мне, я помню, Сергей Сергеевич Аверинцев мораль пущать мы любим. Понимаете, здесь же он говорит, нет, это чувство. Это чувство. Добродеятель вызывает радость особого типа, а порог боль особого типа. Мы любим добро и ненавидим зло естественно. Это бескорыстные чувства, в отличие от гедонизма или эстетического наслаждения. это потребует небольшого объяснения. Когда мы выпиваем стакан хорошего вина, говорит Ю, мы испытываем удовольствие. Это гедонистическое удовольствие. Нам приятно, вкусно. Когда мы смотрим на какое-нибудь прекрасное произведение искусства, мы испытываем эстетическое наслаждение. Оба эти удовольствия, они корыстны. Потому что это и то, и то приятно. Но по-разному. А вот нравственное удовольствие, радость от добродетеля, она бескорыстна. И он даже здесь приводит такой пример, что мы можем даже видеть достоинства своего врага и признавать их. И нам это будет не очень приятно, что враг у нас приличный человек. Но мы, если честные люди, не можем их отрицать. Что, несмотря на то, что враг это наш враг, и, наверное, в нем есть какие-то недостатки, но есть и достоинства. И мы вот констатируем их. Также точно даже в любимом человеке мы можем видеть некие пороки. Эти пороки нам будут неприятны. Мы будем его любить как бы независимо от этих пороков, если уж мы его любим. Но нам будет все равно неприятно видеть эти пороки. И эти пороки, эти добродетели, они помимо нас, они вне нас. Это та часть восприятия, которая не зависит от нашего желания. Поэтому это бескорыстные чувства, нравственные чувства, и отрицательные, и положительные, они бескорыстны. И нравственное чувство вот благодобродетель вызывает радость, бескорыстную радость. Когда мы узнаем, я привожу свой пример, естественно, что какой-нибудь там волонтер отправляется в Африку, каким-нибудь жителям Руанды и спасает их от голодной смерти из богатой и сытой Европы, мы испытываем радость от того, что такой человек нашелся. Или если мы гнусные люди, то мы говорим, что он такой, у него корыстные соображения, тот, и тот. Но если этого нет, если мы признаем, что это его свободный поступок, то мы испытываем радость от этого. Поэтому также точно, когда мы узнаем, что кто-то за три-девять земель, не знаю, там, убил человека ни за что, или там совершил какую-то гнусность, то мы испытываем боль, хотя какое нам дело до того, что произошло на другом конце земного шара. Поэтому это бескорыстные чувства. Вот нравственность это бескорыстные чувства, но это тоже чувства. Поэтому и говорит Юм, что это не сознание, мы ее чувствуем, а не судим о ней. Понимаете, мы не рассуждаем хорошо или плохо, а мы чувствуем хорошо или плохо. В отличие от Гоббса, Юм очень высоко ставит идею симпатии. Он считает, что вот это естественное чувство симпатии к добру, к благу, к правильному поступку, оно, он же политический человек, да, он же сказал, что одно философ, другое человек. Это все создает правильное отношение. Именно на симпатии построен мир. Здесь он ближе к Локу, и он сознательно спорит с Гоббсом. Если полезность есть источник нравственного чувства, и если эта полезность не рассматривается всегда по отношению к отдельному я, то из этого следует, что поскольку она способствует счастью общества, она рекомендуется нашему непосредственному одобрению и нашей доброй воле. Вот принцип, играющий самую большую роль в происхождении нравственности. То есть в происхождении нравственности главную роль играет симпатия, положительное отношение к доброму делу человека. И более того, как говорит Юн, у нас есть презумпция добра, презумпция положительная, чего, к сожалению, как оказалось, может, вот в Англии в XVII веке она была, но в России XXI века ее точно нет, у нас нет презумпции добра, к сожалению. Это вот может быть самое страшное, что разрушено многолетием тоталитарным режимом, это вот это доброе отношение к человеку, презумпция добра, у нас презумпция зла, любого человека подозреваем в том, что он плохо, что он донесет, что украдет, обманет. Вот, ужасно. Юн этого не знал, а ведь прошло 150 лет гражданских войн, и тем не менее презумпция добра. Понимаете, насколько общество казалось более здоровым. Он считал, что это естественное качество человека. На этом качестве была построена вся восстановленная английская политическая система, славная революция, парламент, свободы, все было построено на этом. Он мог быть нормальным гражданином своей страны, при этом философски элиминируя человеческое я, философски, но социально его вполне допуская и признавая. А вот почему он элиминировал собственное я, сейчас мы поймем. Потому что последний наш разговор, последняя наша тема это у религии. У него есть специальный трактат естественная история религии. Это один из трактатов Юма. Юм отвергает все рациональные доказательства религии. По той простой причине, что он отвергает вообще все рациональное. Вначале же стоит ощущение, а не рацию. Поэтому он говорит, что может быть аналогия со всемирным разумом. Со всемирным разумом, который воспринимает, но не управляет. Мы же нашим разумом не управляем, мы же рабы аффектов. Соответственно и всемирный разум, он не управляет, а лишь воспринимает. Понимаете какое отношение к Богу? Да, может быть. Его иногда называют деистом, но он не деист. Деист же предполагает, что Бог создал мир, и потом из него ушел и дал возможность человеку жить по своим законам. И в этом в деизме есть своя правда, есть своя неправда, есть своя правда. А Юнг говорит о другом. Поскольку разум человеческий это есть лишь сумма перцепции, сумма восприятия и аффект всегда побеждает рассудок, волю, то соответственно так же и всемирный разум, если он есть. Поэтому он говорит, что аналогия со всемирным разумом возможна, но вряд ли она что-либо нам даст. В религии нет ни рациональной, ни моральной основы, говорит он. Люди провозглашают, что нет ничего более твердого и заслуживающего доверия, чем их религиозные догмы, а потом проверьте, как они живут. Вам трудно будет положить, что у них была хоть малейшая религиозная вера. Соответственно Юм говорит о том, что люди говорят, что для них вера самое главное, но они не живут в соответствии с ней. Религия, как пишет Юм, происходит из инстинкта, из инстинкта страха смерти и из желания загробной жизни, если он повторяет Эпикура и Лукреция. Не созерцание мира, как пишет апостол Павел, не великолепие бытия, а созерцание своей несчастности порождает религию. Однако при этом он пишет, здесь он остается английским аристократом, политиком, однако народ без религии немногим отличается от животного. При этом невежество мать благочестия, это изречение, как пишет Юм, стало пословицей и подтверждается всеобщим опытом. Вот здесь как раз и причина и объяснение всего. Юму надо было доказать отсутствие Бога, но доказать отсутствие Бога не примитивным рассуждением, что там наука доказала, что Бога нет, а глубочайшим проникновением внутрь человека. Но он допустил целый ряд очень для самого себя противоречивых позиций. Понимаете, он постоянно утверждает о том, что нет основы, нет основы. Но всякий раз он потом говорит о том, что чувства ложатся куда-то, на что-то ложатся, где-то отпечатываются, где-то формируются. Оказывается, что основа где-то есть, только это основа не вне а внутри нас. Но если это есть основа, я опять же, я не хочу критиковать философов, которых очень интересный ход мысли, очень важный, Юм очень важный этап, но вот в нем есть внутренняя ошибка в допущении. Просто это я констатирую как философский факт и прохожу мимо него. Юм считал себя сам скептическим, умеренным скептиком. Он назывался умеренным скептиком. и ему было очень важно как скептику сказать, что мы не знаем о причинно-следственных связях, мы не знаем о том, что является причиной чего, мы только предполагаем, это только объект нашей веры, нашего belief, но в то же время он постоянно говорит о причинах. у Юма последнее слово за инстинктом, за иррациональным. В этом смысле он, если угодно, очень близок к Юнгу, то есть Юнг близок к нему. Он, можно сказать, в XVIII веке его является притечей, а Юнг то уж прекрасно знал восточную философию и религию. То есть вот это иррациональное как основа. Но видите, даже я был должен сказать иррациональный как основа. Значит, основа-то есть. Значит, основа есть. Если есть основа невраженная, значит, где-то она есть. В сущности полемика в этом месте, ну, Канта-то еще нет, в этом месте полемика Юнга с Локком. Что утверждает Локк? Разум должен быть нашим поводырем и судьей в любых вещах. Он верит в наличие разума и верит в наличие Бога. И вот он, благодаря этому вере, строит теорию демократии. Как ни странно. Юнг говорит, разум есть и должен быть рабом аффектов и не может претендовать на иное. То есть, кажется, мир распадается. Аффекты, понятно же, вроде бы, ведут к ГОПСу, война всех против всех. Но нет. Юнг говорит, есть симпатия. Главный аффект это стремление людей друг к другу, положительное стремление. Это симпатия, это создает общество. Юнг борется с Богом в себе. В детстве, в юности, откажавшись от веры, он пытается, как философ, доказать, что нет предмета веры. Чтобы доказать, что нет предмета веры, он доказывает, что нет меня самого, нет эго, нет я, как объективный реальность. Если нет эго, понятно, нет и Бога, как некой объективной реальности. Значит, есть только аффекты, которые порождают религию. Аффект страха, аффект надежды, вечной жизни. Вот, собственно, основание. То есть, такой мощный анализ, я все упростил, естественно, мощный анализ и многословный, надо сказать, анализ, многотомный анализ приводит к тому, что Бога нет, что есть лишь пучок чувств без объекта и без субъекта. Поэтому современные историки философии говорят о том, что Юн, пусть даже с некоторыми допусками, которых я сейчас сказал, он довел философию до ее полного уничтожения. Собственно говоря, вот Юн философски уничтожил философию. Но человечество не могло жить так дальше. И оно пошло из этой точки несколькими путями. Один путь, очень упрощенный, но исключительно перспективный в 19-20 веке дала философия просвещения. Другой путь, далеко не упрощенный, до конца не пережитый еще, дал Эммануил Кант. И вот последние три лекции нашего семестра мы посвятим этим двум основаниям. Спасибо. Ну что, Сергей Борисович, спали? Нет? Спасибо, дорогие друзья. Вопросы? Конечно. Как-то конечно. Последнее время никаких вопросов не задавали. Я уже нагло расслабился. Потому что меня не было, поэтому и не было вопросов. А вас не было, да? На предыдущей рейтинге не было. Вопрос простой. Зачем мне вот надо было? Зачем он, так сказать, вот это... Ну, вы понимаете, здесь есть... Уничтожить Бога. Да. Здесь, как говорится, есть момент моей спекуляции, есть момент объективный. Момент объективный заключается в том, что вот к Юму, ну, в общем-то, шла практически вся европейская философия, начиная с Бекона, начиная с Ренессанса. Она постепенно разрушала вот это... можно назвать наивным, а может назвать это очень таким положительным, но античное восприятие мира и человека как объективных реальностей. То есть того мира, в котором живет, жила Египет и христианство, там все... Понимаете, для нас людей вот этой культуры, которая вырастает... Почему я так люблю Египет? Вырастает из Египта. Для нас вот этот материальный мир и объективность, причем абсолютная объективность индивидуальной человеческой личности является как бы предполагаем... как бы даже необсуждаемым фактом. То есть мы это... мы это воспринимаем как само собой разумеющееся. и мало кто... даже Юм, даже Юм, он же постоянно разводил философы из жизни, но в человеческом интеллекте присутствует этот внутренний дискурс сомнения. Он всегда есть. И особенно он усиливается потому, что понимаете, традиция предполагает благу бытия, а эмпирика говорит о том, что бытие совсем не благу. Традиция предполагает благостность личности, что я всегда хорош, но маломальски трезвый взгляд и на внешний, и на других людей, ну а для разумного человека и на самого себя говорит, что это совсем не так. И вот тут начинает работать внутренняя деконструкция. И вот собственно говоря, то, что происходит у Декарта, что я могу доказать, что я существую, но я не могу доказать более ничего. И Бог есть. Потом мы видим Локко с его эмпиризмом и верой. Беркли лекцию пропустили. И наконец Юн, который эту деструкцию довел до конца. Понимаете, вот опыт того, что мир плох, эмпирически был дан, как на мой взгляд. Вот я историк, я в этом смысле вижу, что была некая объективная реальность у этого восприятия. Это не просто процесс думания умными людьми. Это процесс, который был стимулирован трагедией 16-17 века. Вот этой страшной социальной политической трагедии Европы. И ее осмысление умнейшими людьми привело в конечном счете к философии июма. А дальше оно привело к революции, французской естественной революции, и к просвещению революции, и привело к канту и романтизму. Это попытки преодоления. Но опять же мы увидим, какие непростые эти преодоления были. Я могу порекомендовать всем, кто этого еще не читал, это книга, которая очень полезна про честь в преддверии моей лекции по просвещению. Это английского философа Христофора Даусона «Боги революции». Она есть в русском переводе, в алитей хорошем. «Боги революции». Это именно история движения европейской мысли в эпоху просвещения. Там он о Юбе говорит кое-что. Интересная судьба этого человека, из неверующего человека из англиканской семьи стал глубоко верующим католиком. Это философ XX века. Кстати, хороший друг Льюиса и так далее. Одна компания. Посмотрите. Вот я, по-моему, ответил на ваш вопрос. В общем, да. то есть это не было сделать, чтобы выйти на новый уровень какой-то. Ну, люди думали о новом уровне. Черт не уничтожить. Да, люди думали, тот же Юм думал не о новом уровне, а о том, что, понимаете, вот он пытался, ему было дискомфортно в мире. Он же высказал ясно совершенно в своих лекциях, в своих книгах по естественной религии. Он сказал, что человек не держится ни за что с такой силой, как за догмы веры, но за них убивали, но не изменяет им с такой легкостью никогда. Ничему другому так легко не изменяет в своей жизни, как этим догмам. Вот, понимаете, вот это, это его живой опыт. Мы же знаем, что это не совсем так. что есть люди, которые не изменяют или стараются, по крайней мере, изменять этим принципом, понимаете, борются с этим, на это и воле тратится человеческая. Вот, но его опыт таков. Это опыт 17-18 века. Он пишет там в другом месте, что сейчас не любит читать книг, которые чему-то учат, а любит читать книг, которые развлекают. Да, вам смешно, что думаете, только сейчас так. Нет, это писали в первой половине 18 века. Я думаю, это писали практически всегда. Вот, вот именно из этого выросло вот такое ощущение. Он, как очень умный человек, попытался додумать до конца. Додумать до конца. При этом, понимаете, если Беркли был очень умный человек, но Богу ему был нужен, он был верующий человек, епископ, он жил этим, то Юм был неверующим человеком. Он не был против Бога, он не был примитивным атеистом, но Бог для него не был абсолютной реальностью, которую надо было сохранить в философской системе, как для Мальбранша или Беркли. И поэтому он вот и его брал, но неловко. Понимаете, вот в этот глубочайший анализ сознание, когда речь пошла о мотивациях веры, ну в общем пришел к примитивным вещам. Пришел к примитивным вещам. Страх перед Богом, об этом, как говорится, учили нас с вами в атеистическое время. Понимаете, молодежь уже не учили, а нас с вами еще учили. Спасибо. Спасибо большое.